Друзья, я всех приветствую и в этом видео я расскажу вам, как настроить медиа-сервер на основе программы FUBAR 2000. Медиа-сервер нам нужен для того, чтобы открывать доступ к своей фонотеке, которая находится у вас на компьютере на жестком диске, чтобы ресивер мог считывать ту музыку, которая у вас на компьютере, и вы могли ее слушать, не подключая никаких накопителей и проводов. FUBAR очень популярный бесплатный проигрыватель аудиофайлов. Если у вас не установлен FUBAR, нужно в поисковике, допустим в Яндексе, набрать FUBAR 2000 запрос. Первой выдачей у вас будет сайт FUBAR 2000, это официальный сайт, плеер этот бесплатный проигрыватель. Чтобы его скачать, переходим на вкладку загрузки, и вот последняя стабильная версия. Нажимаем сюда, у вас загружается файл установочный, после этого устанавливаем проигрыватель. Ну, думаю, тут все понятно, как это делать, объяснять я не буду. После того, как вы загрузили проигрыватель, вам нужно будет загрузить еще несколько плагинов, которые позволят вам проигрывать FLAG формат, APE формат, ALAG формат и другие форматы. Для этого вам нужно также в Яндексе набрать запрос FUBAR 2000, допустим, FLAG. FLAG, чтобы он у вас читал FLAG. Он вам опять же выдает ссылку на официальный сайт, где есть все компоненты, которые нам понадобятся. Вот мы видим список форматов, которые данный пакет позволит нам воспроизводить. Скачиваем его, устанавливаем, точно так же, как проигрыватель. Дальше нам еще понадобится формат DSD. Действуем аналогично. DSD, чтобы он у нас понимал. Вот у нас DSD-декодер. Все то же самое скачиваем, устанавливаем. После того, как вы установили все эти плагины, у вас будет проигрыватель FUBAR, их воспроизводить на компьютере. Но пока передавать на ресивер он их ему не сможет. Для того, чтобы ресивер мог подключаться к FUBAR, к серверу FUBAR, нам нужно опять скачать дополнительный компонент. В Яндексе вводим FUBAR 2000 Media Server. Опять же попадаем на официальный сайт. И вот этот плагин, здесь написано, как его устанавливать. Загружаем его. Устанавливаем, как и все предыдущие плагины. Все, после этого нам нужно открыть сам проигрыватель. Перейти на вкладку файл, настройки. Здесь мы видим сразу компоненты, которые у нас установлены уже. Вот DTS-декодер, к примеру. Monkey Audio Decoder. FLAG и так далее. Одним из компонентов у нас будет как раз вот этот медиа-сервер. UPnP-DLNA он называется. Его нужно будет здесь нажать на кнопочку «Инсталлировать». Все, после этого медиа-сервер у нас установлен. Нажимаем «Ок». Дальше мы можем при необходимости его настроить. В этом же окне выбираем вот UPnP-Сервер и выбираем настройки. Основные настройки, интернет-настройки, стриминг-профиль. Вот это нас больше интересует. Здесь он нам показывает, в какой формат FUBAR конвертирует тот поток, который у вас будет проигрываться. Ну, стандартные настройки, я думаю, менять их тут не надо. Ну, здесь поэкспериментируйте. Здесь можно менять кодек распроизведения. Wave MP3, можно в MP3, чтобы конвертировал. Можно пробовать разные варианты, смотреть. Ну, по умолчанию здесь и так все будет работать. Если вы не хотите заморачиваться, значит, оставляете так. Все, нажимаете «Ок». Дальше вам нужно добавить вашу медиа-библиотеку в FUBAR. Опять же, заходим в «Files» в «Настройки». Переходим во вкладку «Media Library». И вот в этой вкладке у нас отображаются те папки, которые относятся к медиа-фонотеке нашей. Вот у вас здесь будет пусто. Чтобы вам добавить сюда свою папку с музыкой, нажимаете кнопочку «Добавить». Выбираете папку любую. Можете выбрать сразу общую папку, где у вас вся музыка принес. Либо можете выбрать какую-то одну конкретную папку. Нажимаете на нее, нажимаете «Выбор папки» и она появляется у вас в этом списке. Нажимаете кнопку «Применить». Все, он ее сканирует. Ну, если там очень много музыки, ну, может быть, там, не пять, ее просмотрит, просканирует, что там есть. Все, ваша медиа-фонотека добавлена в библиотеку «Fubar». Нажимаете «Ок». Почти все готово. И следующим шагом вам нужно выбрать на вашем ресивере источник прослушивания «Сервер». Это можно сделать либо с кнопок на самом ресивере, либо с приложения. В общем, запускаем приложение. Включаем ресивер. Ресивер у нас включился. Заходим в ресивер. Выбираем источник проигрывания «Сервер». Вот мы видим первая строчка «Fubar2000» — «Медиа-сервер». Это как раз наш проигрыватель. Заходим сюда. Важное замечание, чтобы у вас «Музыка-сервер» проигрывалась с Fubar'а, сам проигрыватель Fubar на компьютере должен быть запущен. Также, если у вас установлены какие-то фаерволы, защитники, в них нужно будет разрешить доступ к Fubar'у, подключиться к вашему ресиверу, вообще подключаться к сети. В общем, заходим в папку «Медиа». Здесь у нас папки, мы видим, это как бы категории сортировки. То есть, Fubar нам предлагает, можно по альбомам открыть, по артистам выбрать музыку по году, по кодеку и так далее. Ну, мы можем, мы переходим сразу в папку «Folders», и здесь мы видим все наши папки, которые добавлены в библиотеку Fubar, которые находятся на компьютере. Ну, к примеру, в «Yellow», да, заходим, альбом. Вот альбом «Yellow», запускаем его. Все, пошло проигрывание у нас на нашем ресивере, и плюс даже подгрузилась обложка. Все, теперь мы можем слушать всю нашу музыку, которая находится на компьютере по беспроводной связи на ресивере. Ну, здесь все то же самое, переключение треков, пауза, плей и так далее. Перемотка, как я говорил, только формата FALAC и MP3. Чтобы вернуться к списку, тянем вниз, назад, ну и выбираем, допустим, другая, другие папки, любые там, ATB. Все загружается очень быстро, удобно, подгружаются обложки, все красиво сделано. Вот, в общем, на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Пока.